В нашей студии группа «Без билета», которая в этом году объехала весь земной шар с проектом ОНТ «Беларусь без границ». Ребят, добрый вечер. Здравствуйте. Как вам самая удаленная точка человечества — Международная космическая станция? До туда вы еще не добрались, я насколько понимаю. До станции космической мы не доехали, но песню «Адрес планеты Земля» мы уже написали. Мне кажется, она очень подходящая для того, чтобы слушать ее на орбите и любоваться нашей планетой. Самая первая строчка, да, там про первого космонавта, который делает оборот. Но до этой песни мы еще дойдем. А вообще какая самая удаленная точка на планете Земля, которую вам удалось посетить за этот год? Это был малонаселенный остров, который называется Рапануи, более известный как остров Пасхи. Самый удаленный от суши остров и самый удаленный населенный остров в мире. Самый удаленный от Минска. От Минска тоже, можно сказать, что он тоже самый удаленный от Минска. Потому что мы сначала перелетели в Южную Америку, а потом уже на Рапануи, я считаю, что дальше мы не заезжали. Там-то вы, наверное, белорусов не обнаружили. Ну, по крайней мере, когда мы прилетели, там есть такая процедура, когда прилетаешь, нужно представиться и получить такой своеобразный проездной для похода по разным местам на острове. Нас спросили, откуда мы, мы сказали, что мы из Беларуси, они сказали, мы такую страну знаем, но у нас очень-очень редкие гости из Беларуси. То есть мы, считай, были, наверное, вторые белорусы, которые посетили Рапануи официально. Но мы резко повысили количество белорусов на острове Пасхи. Учитывая размер населения, мне кажется, Беларусь составляла в этот момент половину. А где больше всего белорусов вне Беларуси? Вот где вы их встречали чаще всего? Вот не ожидали, а приехали они там. Да, в Иркутске. Вот там, в Иркутске и во всей той области не просто есть белорусы, а есть целые населенные пункции, населенные белорусами, целые деревни белорусские. Вот одна из них Тургеневка, которую мы посещали. И люди, которые говорят на чистейшем белорусском языке, которые соблюдают белорусские обряды, которые рассказали нам такие вещи и пели нам такие песни, которые мы не слышали здесь. Потому что во время Солыпинской реформы они были переселены и до сих пор чтят все традиции, до сих пор, скажем, даже, может быть, что-то из них утеряно у нас. И мы там почерпнули какие-то люди. То есть не белорусы меняются в соответствии с обстановкой, которые... А они меняют обстановку, которая... Да, вот именно там одна из женщин нам как раз местных жителей сказала очень интересную вещь. Мы сказали, боже, как удивительно, вот мы приехали из Белоруссии, а здесь, оказывается, вот в глубинке, в Сибири, в России есть тоже белорусские обряды. Она нам сказала, а что, где белорусы живи, там и Беларусь. Везде хорошо, а дома лучше, а дом наш Беларусь. Вот так. Не везде хорошо, где нас нет, а везде хорошо, но в Беларуси лучше. Да. Ну что ж, теперь та самая песня, которая стала визитной карточкой нашего проекта. Прошу. Раз, два, три. Вот летит самый первый космонавт, Делает один виток Приближается луна Ускоряется восток Видит рядом НЛО В нем зеленые огни Через круглое стекло Юра говорит Твой дом Планета Жюля Мой город Реон Мой великий каньон Делька, Мила И все люди И Маска И Рамиды И Байкалы Бульсон Я в лунной долине Я на острове Пасхи Группа «Без билета» завершает нашу последнюю в этом году программу. Вместе с музыкантами и весь творческий коллектив ОНТ, те, кто в течение 2016-го готовил для вас новости и контуры, поздравляет вас с прошедшим и наступающими праздниками. С Рождеством и Новым Годом!